Здарова, народ! С вами я снова, Алекс. Сегодня я покажу, как включить мониторинг в играх. Поехали! Итак, если кому интересно, вы переходите по ссылке в описании, качайте программку и всё. Итак, делайте всё как по видео, то есть ничего сложного, просто кликните туда, куда надо. Просто вас просят об этом, точнее я вас прошу, ну если вам, конечно, интересно. Ладно, окей. Программка называется TMSI AutoBurner. На ютубе получается полным-полно видеороликов, как сделать, получается, мониторинг в играх. Но всё же, я банально то же самое сделаю в видео, такое же, в принципе, да. И покажу. Значит, окей, ладно. Получается, переходите по ссылке в описании, качаете, да. Скачали, установили, отлично. Заходим в MSI AutoBurner. Нажимаем, да. Итак, здесь я выбрал уже себе другой стиль, получается, да. Или как называют его интерфейс. Да, точнее, интерфейс, а не стиль. Что я несу, ладно. Окей, судя на этаже, здесь у нас есть шестерёночка. Нажимаем на неё, то есть это у нас настройки. Окей, зашли. Итак, здесь у нас есть вкладка мониторинг. Есть. Итак, что же здесь надо включать? Вы можете сами здесь потыкать, включать. В принципе, да. Но я покажу, что я именно включаю. И что вообще, как бы, чтобы показывало. Вот FPS, вам самое главное, да. Нагрузка ядра. Ой, ядра. Какая ядра, блин, чёртова. Нагрузка центрального процессора, видеокарты, короче, градусы, короче, вы поняли. Итак, здесь у нас есть первая вкладка, это температура ГП, то есть ваша видеокарта. Нажимаем на галочку. Так. Окей. Здесь у нас есть тоже свойства, получается. И здесь у нас есть VOID. У вас здесь такого не будет. Получается, вы нажали, да. У вас одна с синеньким высветилась. Получается, здесь у нас есть внизу. Показать VOID. Нажимаем. Вот. Чтобы свойства стояло у вас VOID. И всё. Также с остальными вкладками. Загрузка ГП. То есть тоже загрузка видеокарты. Нужно, чтобы стояло OID. Тоже показать вот OID. Окей. Здесь также есть загрузка контроля памяти. Остальное. Ладно. Сейчас я перейду то, что мне нужно. Так. Загрузка памяти. Так. Мне это не нужно. Придел напряжения. Нет. Здесь у нас есть температура ЦП. То есть центрального процессора. Нажимаем тоже на галочку. И ставим тоже в OID. Вот. Потом также есть ЦП1, ЦП2. Также вы всех ставите. И также ставите в OID. Всё. Также загрузка центрального процессора тоже. Ставим в OID. Чистота кадров ставим в OID. И время кадров ставим в OID. Отлично. Всё, что необходимо, мы уже настроили. Нажимаем ОК. После этого мы не закрываем программу, а сворачиваем. После этого переходим вот сюда вот. И здесь у нас есть Riva Tuner. Вот. Нажимаем на неё. У нас здесь есть... О... Получается, On Screen Display Zoom. То есть это от FPS. Но здесь вы можете под себя настроить тоже. Вот так её можно перетаскивать. Вот. Вот так вот. Всё. Ну, где-то вот так. И просто тоже её сворачиваем. Самое главное не закрывать. Окей. Всё, давайте теперь перейдём в любую игру. Я покажу то, что правда всё работает. Итак, перешли мы в игру. Точнее, я перешёл. Я перешёл в игру S.T.A.L.K.E.R. Видим, здесь у нас слева наверху вся необходимая информация. GPU. Это видеокарта. Нагружена она на 84%-91. 93, 92. Так. 90. И так. Также слева видно то, что у неё сколько градусов. То есть греется. Вот. Как видим, здесь у нас есть CPU. Это у нас CPU-1. Это самый главный процессор. Да. Вот. Как видите, он загружен на 5%. Тире 11. Также чуть-чуть больше. Также видно температуру его. 43 градуса. И вот CPU-2, CPU-3, CPU-4, CPU-5, CPU-6. И CPU. CPU-1 это то есть тоже ядро, только... Получается... Да, это есть ядро. CPU-1 это то есть вся информация о процессоре. Так. И как видим, здесь у нас есть внизу D3, D9. Это у нас FPS. И ещё внизу фреймтайм. Ну, в принципе-то и всё. Ну, а что ж. Вот и видеоролик подошёл к концу. Всем спасибо за просмотр. С вами я снова был Алекс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки и комментируйте видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...